Трагедия разыгралась в одном из московских дворов. Утром жильцы нашли тело молодого мужчины 28 лет. Как выяснилось, он является сыном омского помощника депутата. Прибывшая на место полиция изучила записи с камер видеонаблюдения, установленные во дворе дома. На них видно, как молодого человека привозят автомобиль. Отпустив водителя, молодой человек, шатающийся походкой, движется к подъезду своего дома. Возле подъезда на него нападает женщина, которая, исходя из записей камер видеонаблюдения, караулила его 4 часа. Камеры зафиксировали нападение в 3 часа 30 минут ночи. Исходя из записей камер видеонаблюдения, следует, что женщина тщательно готовила нападение. В другие дни ей мешали посторонние люди, которые находились возле подъезда. Совершив преступление, женщина покидает двор. По горячим следам полиция начинает поиск, отрабатывает версию заказного убийства. Через 3 дня тело женщины находят спасатели на берегу реки. Ей оказалась 47-летняя жительница Омска. По профессии преподаватель математики. Журналистам крупного медиаиздания удалось пообщаться с сестрой женщины. Она рассказала, что год назад она потеряла мужа и единственную дочь. Дочь была поздним ребенком. У них с мужем не получалось создать детей. И только в 44 года при помощи ИКО их мечта сбылась. Год назад ее муж повел дочь на прогулку и когда они стояли возле палатки с мороженым, в них въехала машина. Дочки и мужа не стало в один миг. Водителем оказался 27-летний на то время сын помощника депутата. Он был сильно пьян и не справился с управлением. Сотрудники полиции зафиксировали этот факт. Но через какое-то время в деле произошли изменения. Сын помощника депутата по заключению экспертизы оказался абсолютно трезв. А авария произошла по вине дорожных служб, которые не закрыли люк. Одного из сотрудников дорожной службы даже показательно уволили. Женщина добивалась правды. Писала в прокуратуру, обращалась в СМИ, но нигде не было результата. Один из чиновников ей прямо сказал, вы ничего не добьетесь, у него отец очень могущественный человек. Это его единственный сын и он его не даст посадить. Адвокат сына помощника депутата предлагал ей большие деньги за молчание, но она отказалась. По всей видимости, женщина совершила преступление и свела счеты с жизнью, прыгнув с моста. В социальных сетях женщины журналисты нашли запись. В ней она просит никого не винить в ее смерти. Она пишет, что сделала все, что хотела и смысла жить у нее больше не осталось. Полиция сейчас планирует проверить результаты расследования по факту страшного ДТП, произошедшего год назад. Помощник депутата и отец 20-летнего сына от комментариев отказался.